Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. В этом видеоматериале хочу поговорить в очередной раз об Иисусе, о текстах Писания. И сегодня вот уже просмотрела видеоматериал одного из блогеров, где он говорит о том, что я являюсь его идеологическим врагом. Ну, я для многих являюсь идеологическим врагом, потому что то, что я делаю, я делаю нестандартно. То есть я сравниваю тексты разных писаний и нахожу в них общее. И не нравится многим из вас то, что я цитирую и сравниваю тексты Корана. И тексты Библии. И даже на эту тему мы вчера разговаривали с Олегом. И Олег говорил мне о том, что, скорее всего, не стоит этого делать. И я после вот этого вот нашего разговора шла вчера по городу, зашла в очередной раз в свой любимый книжный магазин, где на полке уже несколько лет стоит прекрасный Коран за 2000. С огромными буквами, с рисунками. С одной стороны, это не совсем удобно, когда читаешь тексты, потому что, когда сжатый материал, он лучше воспринимается. Но, тем не менее, это был единственный Коран, который там стоял несколько лет, и который я все время листала. И вот я зашла, и не обнаружила его на той полке. И там стояла совершенно другая книга, и мне пришла информация. Иди четко через зал по диагонали, и на нижней полке найдешь. И действительно, вот понимаете, такое количество книг мне, человеку маловидящему, трудно бы было вообще найти без этой информации данную книгу. Я подошла к этой полочке, опустила глаза и увидела тот огромный Коран, и рядом лежал еще один. Это вот эта вот чудесная книга в переводе Крачковского. До этого я вам цитировала онлайн Коран в переводе Кулиева. Я настолько обрадовалась, я поняла, что это был знак для меня, что я должна продолжать заниматься этим делом. И сегодня я вам буду читать цитаты из этой прекрасной книги. И начну я с посланников. Дело в том, что многие из мусульман недопонимают, что посланники посланникам рознь. Ну, вот на сегодня я знаю, что присутствует культ Мухаммеда. И все настолько мусульмане, ну, вот, очень-очень трепетно относятся к пророку, и как-то вот на более низкий уровень ставят Иисуса, несмотря на то, что он Мессию и тексты Корана об этом говорят. И мне бы хотелось, чтобы они поняли, что пророки, посланники, они тоже делятся на разные категории, и посланник посланнику рознь. Вот послушайте. В 254 аят Сура Корова. Вот посланники. Одним мы дали преимущество перед другими. Из них были такие, с которыми говорил Аллах, и вознес некоторых из них степенями. Действительно, Господь Бог разговаривал у нас с пророком Моисеем, и у нас есть доказательства того, что, скорее всего, был контакт с Иисусом Христом. Когда наши апостолы, любимые, вместе с Иисусом, забрались на гору, то их осенило облако, и они услышали глаз. Всей Сын мой возлюбленный. И Иисус на это нормально среагировал. Значит, он и ранее это облако наблюдал, значит, у него действительно был контакт или разговор. Что я вам еще хочу зачитать. Были такие, с которыми говорил Аллах, и вознес некоторых из них степенями. Ну, мы знаем, что Иенок был вознесен на небо, да? Ну, он был вознесен в качестве пророка, в качестве проповедника. Иисус был вознесен в качестве мессии, который выполнил ту миссию, которая была на него возложена, и вознесен в качестве приближенного лица. Потому что мы знаем, что в текстах библейских говорится о том, что он будет сидеть одессанным у Господа Бога. Читаем дальше. «И мы даровали Исе сыну Марьян ясные знамения и подкрепили его Духом Святым». Ну, мы знаем из текстов библейских, что действительно он был подкреплен Духом Святым. И достаточно серьезно. Он мог при помощи силы Духа исцелять, воскрешать, чего не мог делать пророк Мухаммед, да? И не могли делать другие пророки. Поэтому Иисус – посланник необыкновенный. Так, сейчас я вам еще зачитаю некоторые аяты. Ну вот, мне очень хочется вот этот аят вам напомнить. Это семейство Емрам, второй аят. «Не спасал Он тебе Писание в истине, подтверждая истинность того, что не спаслано до Него. И не спасал Он Тору и Евангелие раньше в руководство для людей, и не спасал развлечения». Для чего я зачитала вам эту цитату? Она имеет прямое отношение к Иисусу. Здесь идет речь о Коране, что это вот Писание в истине, которое подтверждает истинность того, что было неспослано до Него. Истинность чего? В первую очередь вот этого текста. Правильно? Значит, вот это вот истина от нашего Господа. Поскольку этот аят это подтверждает. И читаем дальше. «И не спасал Он Тору и Евангелие раньше в руководство для людей, и не спасал развлечения». То есть Коран – это развлечение, то последнее Писание, которое мы получили на сегодняшний момент. «Но до Него была Тора, и было Евангелие, и они являются истиной». И Коран подтверждает, что это истина. Значит, эти богодуховенные тексты мусульмане должны принять, а христиане должны принять Коран. Так, смотрим дальше. Еще мне хочется доказать вам то, что действительно Иисус был необычным человеком. «Вот сказали ангелы о Марьян. Вот Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которого Мессия Иса, сын Марьян, славном, ближнем и последнем мире и из приближенных». Вот этот аят говорит о том, что Иисус, Он имеет значимость в этом мире и в последнем мире. Это мир после того, как произойдет воскрешение. И Он является кем? Приближенным. Из приближенных Он. «И будет Он говорить с людьми в колыбели и взрослым, и будет из праведников». Тексты Евангелия это подтверждают, что Иисус у нас являлся праведником. «И научит Он Его писанию и мудрости и торе и Евангелие и сделает посланником к сынам Израила». Это 43 аят. Да. Он был действительно отправлен к сынам Израила. К сынам Измаила был отправлен пророк Мухаммед, который подтвердил, что Иса приходил как Мессия ко всем народам, но он приходил в первую очередь, конечно, к сынам Израила, чтобы передать информацию. И то, что он был не простым человеком, не простым пророком, а то, что в нем преобладала вот эта полнота божественная или Дух Святой в полноте силы, говорит следующий аят. Это у нас 43 аят. «И я исцелю слепого, прокаженного, оживлю мертвых в задволении Аллаха». Вот этими уникальными способностями другие пророки не обладали. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших домах. Поистине в этом знамение для вас, если вы верующие. И подтверждение истинности того, что не спослана до меня в Торе, и чтобы разрешить вам часть того, что вам было запрещено. То есть он пришел, что сделать? Подтвердить истинность того, что было написано в Торе. Что он нам говорит в текстах Евангелия? «Я пришел не отменить законы пророков, я пришел исполнить». То есть подтвердить то, что там истина находится в этих текстах. И он пытался эту истину исполнить. Смотрим дальше тексты. Вот я еще раз хочу вернуться к той цитате, где говорится о том, что Марья зачала от Духа Святого. Я вам уже ее зачитывала. Она сказала, «Господи, откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался человек?» И сказал он, так Аллах говорит, что желает. Когда он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему, «Будь». И оно бывает. И мы уже с вами зачитали, что он был подкреплен Духом Святым. Но вот смотрите, какой еще есть интересная ядпись от Таллы. «Поистине, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он создал его из праха, потом сказал ему, «Будь». И он стал». Но представляете, какой значимости у нас Адам? Он же прародитель всего человечества. Прародитель плоти человеческой. Иисус у нас прародитель нашего духовного начала. Он пришел нас крестить Духом Святым. Но он подобен Адаму. Он создан из праха. Вот эта цитата доказывает то, что он был хоть и рожден через плоть женщину, но зачат Духом Святым. И создан Духом Святым. И напоминает его появление. Появление Адама. Это тоже говорит о его значимости. Если мы возьмем пророка Моисея или пророка Мухаммеда, то эти два пророка у нас родились через семьи мужчин и женщин. И через процесс зачатия. Так что я хочу, чтобы вы прочувствовали его необычность. Потому что вам нужно уверовать в то, что он оставил. И нужно уверовать в него самого, как в Мессию. То, что он Мессия, я вам прочитала в 40-ом аяте, имя которого Мессия Иса. Вот этот аят подтверждает, что он Мессия. А теперь слушайте 48-й. Вот сказал Аллаху Иса, я упакую тебя и вознесу тебя ко мне. То есть я умертвлю тебя и затем вознесу тебя ко мне. Я очищу тебя от тех, которые не веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не веровали. До дня воскресения. То есть возвышены будут кто? Те, кто уверует. Уверует в Мессию, который пришел от Господа Бога, который пришел с Его Слова, который нес Его Слова. И если вы хотите, чтобы во время суда на вас не было греха того, что вы не приняли Мессию, вы должны уверовать в Иисуса. Потом ко мне будет ваше возвращение. Я рассужду между вами относительно того, в чем вы разногласили. Тех же, которые не веровали, я накажу сильным наказанием в ближайшей жизни. Их последний, и нет им помощника. Поэтому вам нужно уверовать. и в Мессию, который пришел от Единого Создателя. И нужно уверовать, конечно же, в первую очередь, в то, что Бог один, един для всех конфессий. Если тексты Корана подтверждают то, что все писания, которые до Корана появились, они являются истиной, я вам это зачитала, то, естественно, это говорит о чем? О единстве нашего Создателя. Об единстве Бога, который оставил нам, передал нам эти богодуховенные тексты, для того, чтобы мы уверовали и уразумели истину. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok